МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И украинские бонусы для грузинской политики. Команда Саакашвили планирует вернуться в Тбилиси. Начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Тимур, пожалуйста. Да, Игорь, действительно, это новости нашей команды настоящего времени из Праги. Я Тимур Олевский. Здравствуйте. Сегодня главным ньюзмейкером определенно стал президент России Владимир Путин, который приехал в Сочи на ежегодное заседание дискуссионного клуба Валда и рассказал, о чем он поговорил с президентом Башаром Асадом в Кремле. Оказывается, Россия рассматривает возможность военной помощи сирийской оппозиции. Я его спросил, как вы отнесетесь к тому, если мы найдем сейчас в Сирии даже вооруженную оппозицию, но готовы противостоять и реально воевать с террористами ИГИЛ. И поддержим их, спросил президент России. И Башар Асад согласился. С начала военной операции российские воздушно-космические силы нанесли ряд ударов по сирийской оппозиции. Так кого же в Сирии собирается вооружать и поддерживать Путин? Ну, я думаю, что он имел в виду свободную сирийскую армию. Точнее, ту часть, которая сейчас находится в Европе. Любой компромисс подразумевает уход Асада. Но уход тоже может быть разный. Уход может быть... Его свергли. Его армия разбита, он бежал. Или уход может быть в той или иной степени добровольный при определенной нормализации ситуации. Тогда, когда это будет удобно самому Асаду и Владимиру Путину, которая является сейчас, по сути дела, международной крышей Баши Расы. На заседании клуба «Валдай» Владимир Путин покатался на новой модели Тольяттинского завода – автомобиля «Лада Веста». За рулем его догнала новость о новом рейтинге, который выяснили и уточнили социологи в ЦИОМа. Рейтинг президента пробил очередной потолок. Отличная машина, очень хорошая. Приемистая, легкая в управлении. Два варианта. Есть с ручным управлением и вот здесь вот смешанная. Ну, кроме приемистости двигателя про новую «Ладу», можно сказать, что она пятидверная, зеленая, хэтчбэк, кузов оцинкованный, у нее есть встроенные в боковые зеркала поворотники. Рейтинг «Лады» еще неизвестен, а рейтинг Путина теперь 90%. Вот что об этом думают прохожие в Москве. За что вы любите Владимира Путина? Ну, он очень интересный стратег, как мне кажется, и хорошо все продумывает. За все хорошее, что он делает для России, для нас, для граждан России. Я считаю, что это лучший президент, который есть только во всем мире. Я буду за него голосовать в следующий раз. Я не люблю войну. Я не понимаю, за что сейчас воюют наши добровольцы и наши офицеры. Почему вы решили, что мы его любим? А почему вы его не любите? За войну? За что? Да. А от того, что он сделал, мало? Да. Что он у нас есть? Мы с коллегами решили сравнить рейтинг российского президента с рейтингами глав других стран. И для наглядности мы еще добавили нашу справку. Еще один статистический показатель – пенсию. Давайте посмотрим. Рейтинг Барака Обамы на неделе с 12 по 18 октября составил 46%. Выплата пенсионерам средняя составила в месяц 1260 долларов. Рейтинг канцлера Германии Ангела Меркель – 54%. А средняя пенсия в Германии – около 1400 долларов. Рейтинг Путина составил почти 90%. А средний размер пенсии в России в 2015 году составляет около 222 долларов. Новости дня продолжают мои коллеги в Вашингтоне. Игорь, вам слово. Спасибо, Тимур. В Вене состоялась встреча госсекретаря США Джона Керри с Россией и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. После двусторонних переговоров к ним присоединились их коллеги из Турции и Саудовской Аравии. Стороны пытаются выработать общую позицию по политическому будущему в Сирии. Как сообщает агентство Associated Press, цитируя российские источники, Лавров призвал к возобновлению переговорного процесса, основываясь на Женевском коммунике трехгодичной давности. По словам российского министра, оно предполагает создание переходного правительства с согласием режима Башара Асада и его политической оппозиции. Тем временем газета New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США пишет, что администрация Обамы столкнулась с серьезным давлением со стороны американских чиновников по вопросу бесполетной зоны в Сирии. Белый дом уже неоднократно скептически высказывался по поводу идеи о создании бесполетной зоны. Против этого выступает и глава Пентагона Эштон Картер, говоря о колоссальных ресурсах, которые потребуются Соединенным Штатам. Однако оппоненты требуют более решительных мер для защиты сирийцев на фоне российской операции и растущего потока беженцев в Европу. И в той же New York Times в своей авторской статье бывший посол США в Москве Майкл Макфол написал следующее. Старания господина Путина укрепить режим Асада не увенчались успехом. После четырех лет гражданской войны он, Асад, контролирует меньшие территории и ему теперь противостоят более серьезные враги. Именно поэтому Путину и пришлось мешаться, чтобы спасти своего автократического союзника от поражения. Между тем политолог, профессор университета Джорджа Мэйсона Марк Кац считает, что вмешательство России в Сирию может обернуться для Кремля чем-то гораздо более масштабным, нежели противостояние с Западом. Заключил союз с алавитским руководством Сирии и с шиитским руководством Ирана. Очевидно, что это явно не будет способствовать улучшению его отношений с араба-суннитами, да и с мусульманами-суннитами вообще. Чрезвычайно странно, что Россия действует именно так, практически сознательно вызывая враждебность со стороны самых разных суннитских группировок и правительств. Ведь для России это означает не только конфликт с Западом, но также усиливающийся конфликт с мусульманским миром. 70 заложников были освобождены в четверг в ходе совместной операции, проведенной американским спецназом и курдскими формированиями Пешмерга. Заложники удерживались боевиками исламского государства на севере Ирака. Во время операции погиб американский военнослужащий. Он стал первой жертвой войны в Ираке с 2011 года среди военных США. Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил в четверг, что операция по спасению заложников вблизи города Хауиджа к западу от Киркука была предпринята по просьбе курдов после получения информации о том, что им угрожает немедленная казнь. США предоставили вертолеты и сопровождали силы Пешмерга к месту, где содержались заложники. Примерно 70 заложников были освобождены, включая 20 сотрудников иракских сил безопасности. Пять террористов ИГИЛ были задержаны иракцами. Несколько террористов были убиты. Кроме того, США получили важные разведданные. Кук также сообщил, что американский военный получил ранение и скончался позднее. Были ранены еще четверо курдов. В Пентагоне утверждают, что операция соответствует ограниченной миссии американских военнослужащих в Ираке. Кандидат в президенты от демократической партии Хилари Клинтон представила убедительную защиту своих действий в 2012 году, когда на депредставительство США в Бенгазе было совершено нападение. В четверг Клинтон выступила на специальных слушаниях, посвященных расследованию инцидента, и была вынуждена отвечать на жесткие вопросы республиканцев. Выступление Хилари Клинтон на Капитолийском холме, возможно, стало поворотным моментом в ее кампании в борьбе за пост президента. В течение многих часов ей задавали вопросы о нападении на депмиссию США в Бенгазе, в результате которого погибли четыре американца, в том числе ее друг, посол Крис Стивенс. Я думала об этом больше, чем все вы вместе взятые. Я провела больше бессонных ночей, чем все вы вместе взятые. Я голову сломала, думая о том, что еще могло или должно было быть сделано. Республиканец Джим Джордан задавал Клинтон вопросы о разных версиях, произошедшего в Бенгазе, которые предлагал Госдепартамент сразу после событий 2012 года. Американцы могут жить с тем, что хорошие люди иногда отдают свои жизни за эту страну. Им это не нравится. Они скорбят по ним и молятся за их семьи. Но они могут с этим жить. Ну что они не могут принять, с чем они не могут жить? Так это с тем, что их правительство не разделяет этих взглядов. Ваши инсинуации принижают всю тяжелую работу, которую в те очень сложные и непонятные дни проделали сотрудники Госдепартамента, разведсообщества, Министерства обороны и Белого дома. Республиканец Лин Весморленд заявил, что Хилари Клинтон игнорировала угрозы в адрес консульства США в Бенгазе. Дело не в том, знали ли вы о них, а в том, как вы на них отреагировали. Нам ясен ответ на этот вопрос. Никак. Нам было известно, что ситуация в Ливии становилась все опаснее. Особые опасения были у нас по поводу Восточной Ливии. Клинтон сообщила, что никогда не получала запрос на усиление мер безопасности. Этим занимались эксперты по безопасности. Глава комитета Трей Гауди встал на защиту действий Следственной комиссии. Мадам госсекретарь, члены обеих партий предполагают, что в центре этого расследования вы. Позвольте мне заверить, это не так. Позвольте мне объяснить, почему. В центре этого расследования четверо людей, которые были убиты, представляя нашу страну на территории иностранного государства. По словам демократа Элайджи Каммингса, недавний комментарий некоторых членов Республиканской партии о том, что Клинтон в центре расследования комитета, говорит о том, что его выводы предвзяты. Невозможно продолжать отрицать, что республиканцы разбазаривают миллионы долларов налогоплательщиков на то, чтобы сорвать предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. Не обошлось на выборах и без партийных пререканий. Пусть мир это увидит. Клинтон выступила в Конгрессе на следующий день после того, как вице-президент Джо Байден решил не вступать в президентскую гонку, что сохранило ей позицию лидеров среди демократов, претендующих на Белый дом. Наш эфир продолжит коллеги в Праге. Тимур, пожалуйста. Ну, кстати, помощник госсекретаря США Кэтлин Ковалик приехала в Екатеринбург, в столицу Урала. Она собирается встретиться с бизнесменами и представителями гражданского общества, но сперва к ней пришли патриоты с печеньем. Они уверены, Кэтлин Ковалик приехала на Урал, чтобы координировать действия оппозиции. И сегодняшний приезд непосредственно связан с тем, чтобы усилить работу национал-предателей на территории Урала. От имени национально-освободительного движения передаю представителям американского консульства течение от России. Пикет организовала группа национально-освободительное движение России, известный НОД. Официальной своей целью они называют борьбу за территориальную целостность и национальный суверенитет. Госпоже Ковалик, активисты движения, как вы видели, передали печенье, вспомнив историю о том, как на Майдане ее коллега Виктория Нуланд раздавала угощение митингующим. Это вообще известный мем. Сделать это лично, передать печенье, у них не получилось так, что презент пришлось передать через охрану консульства США. Пикет был заранее согласован с администрацией города. Сама Ковалик скорее удивилась такому количеству внимания к своей персоне. Я очень рада, что мой визит вызвал столько интереса. Это прекрасно, когда есть возможность поговорить о том, что мы делаем совместно с Россией. Это здорово, и мои дети удивятся, когда узнают, что вы думаете, что я такая важная персона. Не столь важные персоны на Урале, жители одного из поселков, они срезали батареи и построили печи прямо в типовых домах. Погрелись возле них все, в том числе и наш корреспондент Екатерина Пономарева. Этой печки, когда кирпичная хрущевка строилась, в проекте не было. Новоселам обещали все блага цивилизации. Отдельную, пусть и похожую на чулан, кухню и центральное отопление. Строить голландку пришлось уже в 21 веке, когда новая здешняя власть перестала греть дома. Значит, надо много бересты, ну и сидеть, вы знаете, для того, чтобы потопить печку, надо 3 часа потратить. За ней надо следить, надо ее подкладывать все время, значит. В квартире Татьяны печь встроили в стену между комнатой и коридором. Голландка семье как родная, в морозы только она и греет. А зимой на Урале и под минус 40 бывает. В местной котельной последние 10 лет то углянет, то кучегар запил, то котел старый прохудился. В итоге батареи больше 10 градусов тепла не давали. Зато счета коммунальщики присылали исправно. И немалые. Так, декабрь, значит, что? Вот смотрите, значит, в итоге, итог-то получается 3,670, да? Вот. А одно отопление только 3,100. То есть это львиная доля? Да, конечно. Платить за воздух люди устали, и в этом году написали чиновникам официальный отказ от их казенного тепла. Печи разной масти живут во всех домах поселка. Больше, чем в двух сотнях квартир. Почти везде батареи срезали. У соседа Татьяны снизу в ванной и вовсе стоит буржуйка. Или вот тетя Нинина кормилица. На деревенский манер. Печь тоже встала между коридором и комнатой. На ней и чай кипятят, и обед готовят. В прошлый год так вообще ничего не топили. Вообще холодно было, сильно холодно. Но все равно платили. Ну, платили, конечно. Так если холодно, так зачем платили? Так нам не доказать же ничего, что они не топят. Местные коммунальщики меж тем рапортуют. Отказываться от их услуг люди поторопились. Котельную обновили как раз в этом году. Спустили из бюджета полмиллиона рублей. Вопрос, зачем это делать, если люди от их услуг отказались. В управе разводят руками. Положено, раз деньги выделили. Не освоить их, пойти под статью за внебюджетное расходование средств. И если люди вернут батареи на место, дома обещают согреть. Если жители захотят, так скажем, отапливаться, возобновить, то внутренние отопительные приборы, это их забота. А тепло мы им подадим. То есть они должны будут сами поставить батареи? Ну, конечно. Это же их квартира, это их собственность. Но жители поселка от теплых обещаний чиновников уже устали мерзнуть. Печи, говорят, надежнее, чем казенная система отопления, которая регулярно дает сбои. Так что вместо батареи люди закупают дрова на зиму и проверяют дымоходы. Екатерина Пономарева, Настоящего Времени. К другим новостям передаю слово Вашингтон. Игорь. Спасибо, Тимур. Наличие свободной прессы – одно из условий нормального функционирования демократического общества. В Нью-Йорке состоялась церемония награждения женщин-журналистов за мужество в этой профессии. Среди лауреатов – журналист из России. Репортаж Виктории Купченецкой. Один из самых красивых ресторанов Нью-Йорка – Чиприани – накрыл столы для тех, кто уважает работу журналистов. Здесь проходит торжественный обед и вручение наград Международного фонда «Женщин в медиа» за журналистское мужество. Женщины, удостоенные этой чести, освещают войны и конфликты, подвергаются преследованиям, получают свой адрес угрозы. Мы рассматриваем номинации на эту награду со всего мира. Редакторы и журналисты из разных стран указывают нам на женщин, которые рискуют жизнью, чтобы мы могли узнать новости из первых рук. В этом году награду получают три мужественные работницы пера. Мвапи Кумвенда из Замбии вела журналистские расследования о незаконных конфискациях земли государством. Лурдес Рамирес из Гондураса освещала всплеск насилия в своей стране. Анна Немцова из России работала в горячих точках на Северном и Южном Кавказе, в Афганистане, в Украине. Она сотрудничает с такими СМИ, как The Daily Beast, Newsweek, Washington Post, Эхо Москвы. 15 лет назад я приехала, просто купив свой собственный билет в Назрань, чтобы увидеть войну. И я там встретила очень профессиональных, уже пожилых журналистов, у которых был большой опыт освещения конфликта, кризиса. И они мне сказали очень простую вещь, что мы должны быть свидетелями происходящего, мы должны быть на земле, приезжать и видеть, что происходит. Мы просто слуги нашей аудитории. Награду за жизненные достижения в журналистике получила ветеран профессии, специальный корреспондент Associated Press Линда Дойч. Всю жизнь она освещала шумные судебные процессы над футболистом О.Джей Симпсоном, над музыкантом Майклом Джексоном. Сложно ли было в прошлом ей, женщине, как раньше считалось, мужской профессией? Когда я пришла работать в Associated Press, я была единственной женщиной в бюро в Лос-Анджелесе. Ко мне относились очень хорошо. Для них было важно удостовериться в том, что я могу делать свою работу. В первый день редактор на меня так посмотрел и сказал, о нет, еще один молодой журналист. Но он дал мне первое задание, и я с ним справилась. Анна Немцова в горячих точках попадала под обстрелы, подвергалась задержаниям. Она рассказывает, что как журналист не всегда чувствовала себя в безопасности в России. Но она верит, что честная журналистика – это вопрос профессиональной совести и выбора. И этот выбор есть у каждого. Каждый день каждый человек выбирает, что ему делать. Работать по указу редактора и писать то, что ему говорят. Либо стать свободным фрилансером и писать то, чего он считает нужным. И ехать туда, куда он считает нужным. Покупать свой собственный билет и ехать. Полно свободной прессы, особенно в интернете. Виктория Копченецкая, Сергей Гусев. Специально для Настоящего Времени из Нью-Йорка. И снова эфир из Праги. Тимур, пожалуйста. Да, Игорь, хорошо знаю, Анна Немцова и поздравляю от нашей команды Настоящего Времени. Но к другим новостям. В Грузии суд арестовал имущество телекомпании «Рустави-2». Это вызвало протесты в обществе. Представители оппозиционных политических партий и медиаэксперты обвиняют власти в попытке установить контроль над независимым СМИ. Западные партнеры Грузии заявили о пристальном внимании к событиям вокруг «Рустави-2». Подробности в материале «Зураба-2». Директор «Рустави-2» Ника Гварамия на допросе в прокуратуре назвал имя человека, который был посредником с его слов, озвучившим угрозы со стороны властей. Ему пообещали обнародовать видеозаписи компрометирующего характера и расправиться с членами семьи. С такой миссией, как утверждает гендиректор «Рустави-2», к нему приходил председатель оргкомитета молодежного олимпийского фестиваля «Тбилиси-2015» Алексий Ахледиян. Он также был вызван в прокуратуру для дачи показаний. Да, мы встречались. Как только я дам показания и переговорю с Никой, обещаю вам ответить на все вопросы. Между тем, сам канал продолжает работать в чрезвычайном режиме. Многочисленные зрители, представители общественности, известные медийные лица регулярно собираются у здания телевидения на стихийный митинг в поддержку «Рустави-2». Если, не дай бог, не опомнится власть Грузии и пройдет нечто очень ужасное, ну, все уже догадываются, о чем идет речь, это будет катастрофа. Катастрофа для всех. Суд перенес дату принятия решения по имущественному спору вокруг «Рустави-2» на несколько дней. Выдержать паузу, чтобы сбить накал страстей. Очевидно, так надо понимать действия судей, считают сотрудники телевидения, которые выразили полную солидарность с гендиректором. Это прямой политический заказ, потому что сейчас идет объявленная война против «Рустави-2». Не против «Рустави-2», а против свободной медиации. Прямое давление на свободную прессу, на демократию. И я думаю, если что-то не изменится в нашей стране, это будет полный провал. Премьер страны Иракли Гарибашвили фактически обвинил «Рустави-2» в соучастии в преступных действиях команды Саакашвили. Более того, как он выразился, единое национальное движение до сих пор не получило по заслугам. Эти слова премьера вызвали серьезную критику как внутри страны, так и за ее пределами. США поддерживают принцип медиаплюрализма, поддерживают доступность всех к эфиру. Мы не желаем видеть ограничения медиапространства в Грузии. Причина этого является то, что мы действительно желаем достижения вашей страной успеха. Грузинское общество настолько политизировано, что мало кто верит в исключительно юридический характер судебного разбирательства вокруг «Рустави-2». Уж слишком много негативного опыта в новейшей истории давления на независимые СМИ со стороны власти. Зурабдвали Гогачхонья и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Спасибо, Зурабдвали. В конце недели на Украине пройдут выборы в местные органы самоуправления. Мы продолжаем следить за самыми яркими битвами кандидатов. Одна из таких продолжается в Одессе, где на пост мэра претендует бывший мэр. Он, кстати, бывший депутат запрещенной сейчас партии регионов. Его зовут Геннадий Труханов. Ну и, собственно, советник губернатора Михаила Саакашвили, выпускник Гарварда Саша Боровик. Собственно, примет ли город молодых реформаторов, пока не ясно. Свои сомнения андиситы рассказали Всеволоду Ананеву. Саша Боровик – самая неоднозначная фигура в нынешней предвыборной гонке за кресло одесского градоначальника. И если остальные претенденты давно известны одесситам персоналий, то Сашу горожане до начала предвыборной гонки не знали вовсе. Юрист компании «Майкрософт», внезапно приглашенный из Германии в качестве советника министра экономического развития и торговли Украины. И также неожиданно уволенный спустя несколько месяцев после начала работы. Сейчас же его кандидатуру в качестве мэра Одессы также внезапно предложил Михаил Саакашвили. Всю избирательную кампанию реформатор из Грузии подчеркивает. Саша – его человек. Это автоматически сделало Боровика фаворитом местного демократического лагеря. С смещением акцента на местное самоуправление Саакашвили и его команде нет шансов произвести какие-то серьезные реформы без поддержки городских властей. Однако предвыборная программа вызывает у общественных активистов ряд вопросов. В частности, они обращают внимание на то, что пакет реформ от Саши фактически легализует хаотичную застройку исторического центра и прибрежной зоны. А именно против такого подхода и выступают общественные активисты. В социальной сети Facebook по поводу пакета реформ разгорелись жаркие дебаты. Вадим Черный – одесский политик и бизнесмен, владелец скандально известного в городе сайта «Храбро». На его страницах Черный регулярно публикует странные несостыковки в словах и биографии Саши Боровика. Материалы ресурса ставят под сомнение его учебу в Гарварде и Пражском университете. Его должность в компании Microsoft. Он не понимает процедуры прохождения дел, что он вообще не плавает в юридических вопросах. Да и его манера поведения, вот эта вот дерганность, она больше напоминает афериста из начала 90-х. Темные пятна в биографии Боровика побудили одесситов обратиться к президенту Украины с просьбой обязать кандидата предъявить оригиналы своих дипломов и сертификатов с мест работы. Однако сам Боровик в интервью местным телеканалам считает, что все это детский лепет его оппонентов, которые хотели бы, но не могут найти никакого компромата на Сашу. Это тоже очень хороший знак. Это значит, что у них ничего нету, потому что на них есть все. На них есть все, кто где воровал, когда воровал. Боровика называют единственным реальным оппонентом действующего городского головы Геннадия Труханова, который до трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года регулярно принимал участие в собрании Одесского антимайдана. Всеволод Ананев, Максим Корзун, Настоящее время, Одесса. Кстати, предвыборным штабом Саша Боровика руководит бывший генпрокурор Грузии Зурапа Дейшвили. На родине на него заведено уголовное дело. Я поговорил с ним, и он рассказал, чем могут помочь команде Саакашвили украинские реформы. Ради чего эти усилия? Или просто потом уйти на пенсию, продолжение борьбы за идеалы? В чем смысл здесь это делать? Не еще очень рано на пенсию. У разных членов нашей команды есть разные цели. Большая часть нашей команды или вернется в Грузию, или уже участвует в грузинской политике. Но для меня важно, как будут процессы развиваться и здесь, и в Грузии. Если в Украине победит европейская демократия, если у Украины получится сохранить свою территориальную целостность, конечно же, в таком случае существенно поменяется геополитическая ситуация в регионе. И это само по себе повысит шансы для Грузии стать членом европейской семьи и Североатлантического блока. Спасибо, Тимур. Впрочем, включено обсуждение растущей роли женщин в деле охраны экологии. Слово Вадиму Оленьчеву. Беднейшая часть человечества составляет полтора миллиарда человек. Новейшие исследования показывают, что население бедных стран в наибольшей степени страдает от изменений климата. Из-за них происходят засухи, наводнения и тайфуны, которые лишают малоимущие слои населения, питьевой воды, пропитания и средств к существованию. И дело тут не только в неспособности властей позаботиться о своих гражданах. Конечно, демократическое устройство государства – это наилучшая база для стабильного развития. Но в любом государстве играют роль и такие институты, как частный бизнес и неправительственные организации. Эти три сектора должны сотрудничать с друг другом и при этом быть прозрачными. Я уверена, что все они могут успешно и эффективно взаимодействовать между собой. И не только в рамках одной отдельной страны, но и между разными государствами, с привлечением ООН и других международных организаций. Жители стран Африки, расположенных к югу от пустыни Сахара, в подавляющем большинстве живут менее чем на один доллар в день. 60% этого населения – женщины. Об этом сообщается в последнем докладе Джорджтаунского института защиты женщин мира и безопасности. Достаточно сказать, что примерно 500 миллионов семей используют дома примитивные кухонные печи, которые коптят и вырабатывают канцерогенные вещества. По подсчетам, на такие грязные печи приходится четверть от всего объема вредных углеводородных выбросов в атмосферу. Готовят на этих печках почти исключительно женщины, а значит, страдают и их дети. Поэтому активное участие женской части человечества в разработке глобальной стратегии не только приветствуется, но и становится необходимым. Повышение роли женщин в этом процессе – это не только оправданный, но и разумный шаг. Участие женщин в разработке экологических программ, хотя пока еще и мало задокументировано, но явно указывает на то, что его результатом становится принятие мер, улучшающих жизнь людей и экологию планеты. К примеру, уже установлено, что страны, в парламентах которых выше процентной доли женщин, чаще ратифицируют международные договоры о защите окружающей среды. Исследования показали, что назначение женщин на руководящие роли, как правило, повышает уровень жизни в бедных районах и помогает охране таких природных ресурсов, как леса и источники питьевой воды. В Африке активисты женщины добились того, что в Гане и других странах континента начали производство недорогих и экологически чистых велосипедов из бамбука. На Гаите, беднейшем государстве западного полушария, именно женщины активно продвигают международную инициативу по борьбе с потеплением климата. Сокращенно по-английски CCGAP. Однако, говорят авторы доклада, именно на нижнем, муниципальном уровне управления женщины гораздо чаще сталкиваются с гендерным неравенством и нежеланием отказаться от устаревших стереотипов. В том, что касается профессионального обучения и продвижения по социальной лестнице, представительницам прекрасного пола по-прежнему требуется понимание общества и помощь со стороны окружающих. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра смотрите программу «Настоящее время. Итоги». В нашем субботнем выпуске смотрите. Тысячи новоиспеченных игиловцев с постсоветского пространства воюют в Ираке и Сирии. А также специальные гости нашей программы депутат Илья Пономарёв о своём заочном аресте. Я очень заинтересован в том, чтобы моё дело попало в тот или иной международный суд. И гражданский активист Владимир Карамульза о предполагаемом покушении на его жизнь и правах человека в России. Всё это в программе «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Спасибо, Вашингтон. Смотрите наши итоги. Ну а мы с вами встретимся в начале следующей недели. Пока. Субтитры подогнал «Симон»